Внимание, говорит и показывает Тулуза. Матч Кубка Уефа, сезона 86-87 годов на канале НТВ Плюс Классика. Тулуза против московского Спартака. Насколько помнится мне, эта игра не показывалась по советскому телевидению. Так что у нас сегодня премьера впервые. Болельщики футбольные, болельщики Спартака в том числе, могут увидеть целиком вот эту игру. И вместе с вами ее сегодня будут смотреть комментаторы канала НТВ Плюс Олег Пирожков и Михаил Мельников. И с хозяев начнем. Жак Сантини, главный тренер Тулуза. Тогда у нас называли не главный тренер, а старший тренер. Вот его вариант состава следующий. Филипп Бержеров в воротах, первый номер у него на свитере. Второй Патрик Лестаж. Третий Бенуати. Четвертый Жан-Люк Рюти. Пятый Альберто Тарантини. Шестой Паскаль Десперу. Седьмой Жан-Филипп Дюран. Восьмой Пьер Эспаньол, капитан команды. Девятый Яник Стопера. Десятый Жераль Пасси. И одиннадцатый Эрик Берик. Состав московского Спартака. Те 11 футболистов, которых с первых минут выпустил старший тренер. Красно-белых Константин Бесков. Ренат Досаев в воротах. Под первым номером он капитан команды. В поле второй Альмир Каюмов. Третий Борис Кузнецов. Четвертый Вагис Хидиатулин. Пятый Юрий Суслопаров. Шестой Ренат Атаулин. Седьмой Евгений Кузнецов. Восьмой Андрей Митин. Девятый Алексей Еременко. Десятый Олег Кужлев. И одиннадцатый Сергей Родионов. Спартак к этому моменту, к моменту проведения этого матча, уже фактически потерял шансы завоевать чемпионство в чемпионате СССР. Вообще, в начале 80-х довольно строгая иерархия была в советском футболе. Киевская Динамо, Спартак и Динамо Белийская. А уже потом, вслед за ним, все остальные. Ну и вот долгое время спартаковцам как раз не удавалось выигрывать. Мало того, уже потом начали подниматься и побеждать такие команды, как Минская Динамо, как Днепр, как Зенит. Ну и вот Спартаку в очередной раз в сезоне 86-го года оказался он достаточно далеко от медалей. Там было много перенесенных матчей у киевлян прежде всего. И в концовке чемпионата они уже решали именно в этих отложенных матчах судьбу титула в борьбе с Динамо московским. Ну а Спартак к удовольствию своих болельщиков, а может быть не очень к удовольствию, попал на достаточно сильную команду. И с французскими клубами вообще были сложные отношения, у того же Спартака в том числе. Ну и вообще у советских колонн считалось, что французы в общем такие самые неприятные для клубов из советского чемпионата конкуренты. Как писала, как подавала эту встречу французская пресса, это должен был быть в каком-то смысле матч-реванш. Реванш за то поражение, которое сборная Советского Союза нанесла французам осенью 86-го в отборочном турнире к чемпионату Европы 88. Напомню, 2-0 наши победили на Парк-де-Пренс, вчистую переиграли сборную Франции, показали один из лучших матчей в своей истории вообще и один из лучших при Лобановском. Ну и вот теперь Спартак, прибыв во Францию, как бы должен был ответить за сборную и поддержать высокий уровень. То есть он посещал занятия по мере возможности, естественно, не все, естественно, был занят в том числе и своей другой профессией. В атаку в Парук ступера был выделен Эрик Белюс, номинальный полузащитник. Вот удар поворотом какой! И реагирует Филипп Бержеро. Ну и чуть ближе к атакующей линии, чем обычно играл Жераль Пасси. Да, удар действительно неплохой получился, но, с другой стороны, вот видим на повторе, практически не отрывая ног от земли, все-таки Бержеро с этим ничем справился. Угловой Спартаковцы заработали. Подача, ну, вот, опять же, в продолжение темы, которую уже Олег начал, что касается стандартов и игры на втором этаже. Спартаковцы вообще, вот, в те сезоны очень часто угловые не подавали, а разыгрывали на коротке, именно по той причине, что некому было бороться вот за такие мячи. Просто не было мастера в совершенстве владеющего этим элементом. То есть здесь было, здесь поле, кстати, не идеальное, но, наверное, все-таки для конца октября это не мудрено. Спартаковцы разыграли штрафной удар по воротам, мяч в перекладе, но попадает после рикошета от ноги французского футболиста. Ну, вот, близко-близко Спартак подходит, снаряд доложатся достаточно кучно, но пока ни один из них в цель не попал так, чтобы Спартак повел в счете. Кроме французов, еще и аргентинец Альберто Тарантини, он действует в центре обороны под пятым номером. Но вот сейчас как раз он бросается под удар Альберто Тарантини, выручая два аргентинца в составе Тулуза и все остальные, это, как говорится, коренные жители. 10 французов в стартовом составе, но у Спартака, понятное дело, легионеров нет. Очередная атака гостей и французы вынуждены вновь нарушать правила, в данном случае сфалил как раз аргентинец Альберто Тарантини. Вот нам его показывают, длинноволосый чемпион мира 78-го года. Это прошло уже с тех пор 8 лет, и Тарантини утратил скорость, которая его зачастую выручала в молодые годы. Сейчас снова Бержеро реагирует на очень опасный удар. Ну и вот, если вы помните, то в той чемпионской сборной Аргентины 78 Тарантини играл на фланге, а здесь он выполняет роль свободного центрального защиты. Больше половины тайма уже позади, и можем мы с уверенностью констатировать, что игра проходит при игровом преимуществе Спартака. Но вот, ответ очень опасный хозяев, и удар слева не точен. О том, что спартаковцы не имели таких серьезных реальных шансов на чемпионство, я просто хочу напомнить, что в мае 86-го года был отрезок, когда Спартак оказался на последнем месте в таблице вообще. Так что сезон складывался очень сложно. Вот поэтому матчу от них не скажешь, что у Спартака какие-то проблемы, и французы о них, собственно, и не знали. Особенно сейчас вообще едва автогол не сотворила Тулуза, и мяч там рядом со штангой, где-то в метр пролетел, на угловой вышел. Но вот опять с угловой, конечно, беда, потому что ничего, никакой опасности вперед, там даже не один Спартакуется, а двое. Его останавливали недозвольными приемами, но и в результате вот этот штрафной, и вот это опасно, опять для Спартакских ворот. Опять, посмотрите, проигрывают борьбу, хотя, казалось бы, там вроде все были прикрыты, стоит отметить. Значит, оставался у игроков Тулуза, но в данном случае Петрович посчитал, что штрафной для команды, владеющей мячом, то есть для команды, которая должна извлечь пользу, да, из этого решения судейского, будет лучше. И вот смотрим мы, что с этим штрафным происходит. Действительно, очень опасно, навес на дальнюю штангу, но там Альмир Каюмов успевает вступить в борьбу и выбить на угловой. Вообще, это вот очень нестандартная трактовка, то, что ты сейчас предложил. Если это на самом деле так, это говорит об очень серьезном, тонком понимании игры с Ораном Петровичем, потому что действительно понятно, что стандарты для французов, они опасны, точнее, они опасны для наших ворот, а французам на руку. Удар по воротам и мяч в сетку влетает, ну, собственно, вот, розыгрыш углового и, в конце концов, все это завершилось взятием спартаковских ворот. Удар с линии штрафной наносит Жераль Пасси и мяч летит точно в девятку. Хотя немножечко нестандартно французы разыграли, потому что, посмотрите, куда подача следует, аж за пределы, да, штрафной, там, в метре за линией находился Жераль Пасси, очень точная передача, грудью сбрасывает себе под удар и, не опуская на землю, мяч бьет. Красивое исполнение, французское, я бы сказал. В те годы как раз было принято считать, что именно французы, вот, главный, скажем так, последователь вот такого изящного завершения комбинации атакующих. Тренер Спартака. Началась вторая половина, тут же хозяева идут вперед. Совсем молодой футболист, полузащитник, ему 19 лет едва исполнилось, вот вынужден уже совсем резервистов бросать в бой Бесков и Спартак едва не пропускает второй мяч и снова был близок к успеху футболиста, который открыл счет в этом матче, это Жераль Пасси. Еще здесь нет, нужно поспорить, какой футбол приятнее глазу, скажем так, нейтрального болельщика. Спартак получает право на штрафной, в общем, нечастый случай, и мы помним, как неожиданно разыгрывая стандарты, спартаковцы дважды угрожали воротам в первом тайме, а это гол! 1-1! Это гол, и спартаковцы дезориентировали Филиппа Бержеро своими перемещениями, в итоге так никто мяча и не коснулся после того, как подавал его Родионов. Давайте еще раз смотреть, Родионов подсекает мяч, и там начинает движение Евгений Кузнецов, вроде бы собирался играть головой, пошел за ним защитник, и самое главное, что среагировал на это движение Филипп Бержеро. Вот еще раз, смотрите. Был там маленький рикошет от игрока, стоявшего у стенки, но это не имело на самом деле никакого значения в этой ситуации, Бержеро действительно ждал, что кто-то пробьет. И Родионов-то не бил по воротам, совершенно очевидно, просто подавал расчеты на своих партнеров. Спевает помешать Янику Стопера вырваться один на один с Досаевым. Стопера с мячом подает в штрафную скидка, и еще один опасный момент. Сейчас мяч едва не оказался в воротах Спартака. Суслопаров в последний момент помешал этому, и я в первую очередь оценил бы скидку Пасси. Ну и, конечно, пьер Эспаниур, капитан Тулуза, вот он сейчас опередил, в общем-то, Суслопарова первым таймом. Уже спартаковцы гораздо чаще совершают мелкие фолы. В первой половине встречи этим занималась Тулуза. Еще одна атака. Жераль Пасси. Он уже в штрафной, бьет по воротам, и счет становится 2-1 в пользу французов. В притирку со штангой отправляет мяч Пасси и забивает свой второй мяч в этой встрече. Да, но исполнение, конечно, что первого гола, что второго Пасси, просто удивительно. Посмотрите, уже ведь удалось, да, Шибаеву куда-то там в сторону немножко оттеснить игрока французского. Вот с такой позиции, как же можно так точно ударить в дайм и угол. Ну и Досаев не дотягивается. Похоже, что и он не верил, да, что попадет просто Пасси в ворота отсюда. Давайте посмотрим с другого пастора, как же действует голкипер Спартаковский в этой ситуации. Запоздал с броском, действительно. Ну и удар хорош, здесь как-то вот все сложилось. В каждом эпизоде практически сейчас француза быстрее. Белус, нет, здесь Каюнин удается выбить недалеко, а вот сейчас Досаев выручает. Совершенно неожиданный удар получился, потому что у Каюнинга тоже срезка фактически. Две замены, которые были позволены регламентом, Бесков уже сделал. Некем усиливать больше игру, а тем временем Асадурьян упускает возможность сделать счет 3-1. Момент за моментом у Тулуза возникает. Очень хорошее судейство этого матча. Технично останавливает мяч Пасси, сохраняет его у себя, движется вперед, обыгрывает защитника. Еще одного, один на один, выходит и гол, 3-1. Это хит-трик Жеральда Пасси, и сейчас он обыграл всю Спартаковскую оборону. Да, но это день Пасси, конечно же. Все три гола на загляденье забил, все три разных. Ударом, ну почти с лету, да, когда не опуская мяч на землю, пробил вторым касанием, затем ударом после прохода в дальний угол. Ну а здесь вообще просто такой мини-шедевр. Давайте еще раз смотреть вот все эти финты. Обыгрывает Каюмова. Суслопаров там побоялся сзади отбирать, да. А может быть и стоило, потому что еще не успевал войти в штрафную Пасси. Конечно, штрафной был бы опасен, но в итоге-то гол родился. Да, ну и Тулуза пока на данный момент добивается очень приличного для себя результата. 3-1 при, в общем-то, игре, которая сначала казалась даже не просто равной, а проходившей с преимуществом Спартака. Вот так, собственно, из чего эта победа рождается. Удалось по ходу именно сломать изначальное течение поединка. Удалось перехватить инициативу Тулузе и настоять на этом своем преимуществе. Ну а что касается спартаковцев, то проведя эту игру на фоне усталости, можно сказать, из последних сил, все-таки забили они гол в гостях и теперь могут уповать на удачный исход ответного поединка, который мы в ближайшие дни обязательно с вами увидим на канале Классика. Ну а сейчас, собственно, все. 3-1 Тулуза выиграла и вместе с вами эту игру смотрели Олег Пирожков и Михаил Мельников. Счастливо!